Не умирай, любовь! Не умирай, любовь! Не умирай, любовь! Не умирай, любовь! Hello! Женя, меня зовут. Это канал Негодяй ТВ. Передача, которая называется «Вопросы за бабоса», я задаю 5 вопросов прохожему, любому, кто согласится. Если прохожий отвечает правильно, получает 1000 рублей. Я купил себе квадрокоптер, я теперь козырь вообще у меня. Козырные кадры могут появляться иногда во время видоса. Хотел полетать. Пока собираю всю эту аппаратуру, достаю из сумки квадрокоптера, все раскладываю, аккумулятор вставляю. Ворона, офигевшая, просто сидит прям рядом-рядом, вот так вот зенками, вот так вот, прям отвечает, вот такая, сидит вот так вот зенками своими зырит. Я говорю, что ты хочешь? Она молчит, ничего не говорит. Здравствуйте, не хотите в моей передаче поучаствовать? Не хотите? Как жаль. Ну вот, косится вот так вот. Я говорю, ты что попутала? Она не бельмеса, похоже, делала по-нашему. Здравствуйте. 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 Видимо, до свидания. И я квадрокоптера вот так вот я сую, она хыть зубищами своими за этот, как его, за крылышки. Я говорю, ты что, офигела? Я полетел, полетал немножко. И она, зараза, подлетела, начала вокруг него летать, я его сажаю, она на него кидается, бросает. Это ужас просто был. Я испугался. Вещь дорогая, думаю, ну нафиг. Так, здравствуйте, поучаствуйте, может, в моей передаче для ютуба? Нет, нет, нет. Не охота? Стесняшки. Приветствую. Здравствуйте. Пообщаешься со мной? Никто не хочет со мной разговаривать сегодня. Кто вы, представляете? Какой-то СМИ? Господи, я так испугался, чуть камера моя не упала. Что же вы так? Короче, СМИ очень серьезная. Насколько серьезная? Серьезнее, мне кажется, быть не может. Представляешь, ты бегал? Да, пришлось. От вороны, вороны, видел вороны? Вороны видел, психопатка. Кристаллы к моему квадрокоптеру. Меня чуть не унесла. Серьезно? Конечно. Тебя как зовут? Леонид. Ты не заболеешь, ничего? Или ты там окутан нормами? Ну так. Пять минуток с тобой потрещил? А насчет чего? На какую тему ты не желал бы разговаривать? Не знаю. Ну, например, политика. Не хочешь политики? Конечно. А что про нее говорить? Тьфу на нее. Ну, нет, не совсем. А как? Ну, к сожалению, сейчас идет такая волна охоты на людей, которые говорят неправильные вещи. Не хотелось бы попасть, да? Да. И вы, наверное, не хотите об этом говорить. Да, но никогда не хотелось. У вас блог или... Как тебе мои варюшки? Ну... Как без них их сейчас, братан? Леня, меня зовут Женя. Давай вот так вот прямо в перчатку. Пробочено. Я тебе задаю пять вопросов. Так. Ты отвечаешь правильно. Я плачу тебе тысячу рублей. Да я, в принципе, постараюсь ответить. Без денег? Давай с деньгами. Нет. Без денег это будет не очень серьезное. А у нас серьезное шоу. Лень. Насколько серьезное? Я тебе говорю, серьезнее быть не может. Ну, давайте попробуем. Ну, честно говоря, я постараюсь, но я... Сколько тебе годиков? 25, это первый ответ. Как называется плодородный слой земли? Почва, очевидно. Разве нет? Ой, ну я в перчатке, что же вы так? Ну, я опять в термобелье, так что повторить. Теперь уже голыми руками. Ты молодец, Ленечка. Не безнадежно. Поехали дальше. Как называется подвесная сетка для отдыха? Гамак. Господи, что я натворил? Что ты творишь со мной? Что жители Египта использовали для письма? Папирус. Не коронишь? Нет. Ко мне это уже две недели наявит. Так. Под сорокет. Четвертый вопрос. Поближе можно ко мне? Что такое осень, это небо? Плачущее небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень я давно с тобою не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень я давно с тобою не был. И осень в небе. Я могу тебе слова показать. Нет, не надо. Это будет нечестно. Но я знаю, что эта песня группы ГДТ, но я не любит. Давай споем ее, братишка. У меня ужасный слух, честно вам скажу. Я не думаю, что и ты врешь. Так. Поехали. Я не вам. Осень в небе жгут корабли, осень мне бы прочь от земли. Там, где в море, то нет печаль. Осень темная даль. Ужасно, да? Слушай, мне очень понравилось. Это аплодисменты. Сейчас будут аплодисменты. Монтаж. Потому что монтаж. Видео монтируется. Я говорю, опять-таки, повторюсь, серьезная организация у нас. Так. Это был какой вопрос? Это был четвертый вопрос. Осень я давно с тобою не был. Пятый вопрос. Отвечай на него. Ты победитель в нашем шоу. Так. Хочу посмотреть, как мы выглядим в кадре. В кадре мы с тобой выглядим великолепно. Потише. Дети спят. Леня, потише. Потише. Распился тут. Осень у него. Какой индейский народ Латинской Америки уничтожил Эрнан Кортес? Сложный вопрос. Ну, честно говоря, Латинская Америка. Полюбас. Ну, скорее всего, майя. Не знаю, инки еще приходят в голову. Но вот сомневаюсь насчет инков. А еще ацтеки были там, еще какие-то посажения. Точно, и ацтеки были. Ох. Сложно. Ну, пусть будет майя, наверное. Давай я тебе озвучу четыре варианта. Не надо проигрывать. Надо озвучить мне четыре варианта. Тебе надо посектынить, подумать. Я тебе ни разу не подсказывал за всю игру. Обычно, знаешь, как я всем подсказываю? Кому-то плохо подсказываю. Меня ругают в комментариях. Говорят, вот почему ты пацана завалил. Да потому что завалил я его. Не знает, почему зима, а почему лето. Пацан не знал об этом. Ну, как можно не знать? Как можно не знать? Разве ты ребенком не интересуешься? Почему темно, а почему светло? Светло. Почему зима, почему холодно? За это вы его завалили. Я его не валил. И просто я сказал ему, все, ты проиграл. Ох ты ж. Инки. Инки. Сапотеки. Сапотеки. Ацтеки. Ацтеки. Майя. И майя. Да. Ну, сапотеки, 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 очень созвучно с ипотекой. И аптекой, и саптекой. И аптекой, да. Можно было бы построить, извините, на этом сходстве какую-нибудь шутку. Давай придумаем. Ну, сложно, сложно. В другой раз. В другой раз. Так, ацтеки. Майя, инки и саптеки. Саптеки, сапотеки. Ну, пусть будут ацтеки. Нет. Что? Я думал, если ты сейчас скажешь какую-нибудь неправильную информацию для нас всех, думаю, что ж такое сделать, чтобы тебе подсказать, все правильно, ацтеки. Браво. Браво, аплодисменты. Еще раз, еще раз. Я хочу, чтобы ты взял микрофон в руки. Так. И что-нибудь кому-нибудь сказал. Позевал. Все, что угодно. От себя увидит около 6 миллионов людей. Может быть, даже 10. Да что вы говорите. Бородка себе папа поврел. Ну да, бородка, конечно, шикарная. Так коротко я не... Я сразу заценил. Давай-давай что-нибудь там. Привет, там, ребятам, маме, там, папе, друзьям. Че хочешь? Бабушка, привет. Бабушка, привет. У меня все хорошо. Я вот выбежал на пробежку, шапку надел, перчатки. Вот. Ну и также хотел бы передать огромный привет моей любимой девушке Владиславе, которую я вижу через полчаса дома. А как ее по-другому еще можно обозвать? А я ее... Только Владислава? Ну, Влада. Влада. А, Влада. Влада. Слушай, Влада прикольно. Да, редкое имя. Редкое. Держи, этот тебе. Подожди, что-то она похожа на настоящую. Не, не настоящая, по-моему. Да нет. Не может быть, Сбербанк сегодня выдавал. Сбербанк. Ничего себе. Настоящая, настоящая. Какая-то уж слишком... Хрустит приятно. Согласен. Хрустит новенькая, свеженькая, наверное. Господи. Спасибо большое. Да не за что, братишка. Ты заслужил. Ты хороший человек, Леня. Все. И не вздумай говорить о политике. Если вдруг какой-нибудь блогер-то сволочь подойдет, то нас всех пересажают. Конечно. Нафиг надо. Абсолютно согласен, конечно. Все, ладно. Давай. Спасибо большое. А вы что, простите за блог? Набираешь где угодно. Так. Где угодно, где хочешь. Негодяй ТВ. Негодяй ТВ. Да. И все будет хорошо у тебя. Значит, вы негодяй. Да, я негодяй. Или негодник. Наверное, это не имеет значения. Но хочу тебе и всем сказать. Помимо этого шоу, есть еще одна рубрика на моем канале, которая называется «Простым языком». Простым языком. И сегодня выйдет выпуск. Вот сейчас я сниму это, поеду домой, и прямо на кнопку нажму, и вылетает новый выпуск. Вау. Очень интересный. Посмотри обязательно. Конечно. Как пели классики, нажми на кнопку, получишь результат. Тем более. Потерпел немножко, и такой парень хороший. Только встречался мне приятно. Мне ведь не лепо. Лепо. Выручайте нас. Мы снимаем шоу. Только что участвовал Леня. И нам нужна еще вот такая вот девушка прекрасная, как вы. Как вас зовут? Светлана. Светлана, сейчас я задаю пять вопросов. Если вы отвечаете правильно, я плачу вам тысячу рублей. Окей. Хорошо. Еще раз, как вас зовут? Светлана. Все из башки вылетает, и все из-за мороза. Как можно назвать объем, широту интересов, знаний? Эрудиция. А по-другому как? Какой у тебя широкий? IQ. Нет. Кругозор. Отлично. Когда волоси еще у меня во рту. Из семян какого дерева делают шоколад? Какао. Какао? Ура. Третий вопрос. Как называется жена сына? Невестка. Жена? Невестка. Опять я чувствую, что какая-то волосня у меня. Так, Свет, замужем? Да. И как обзывает тебя, так, жена, я сам, как называется? Как мамка, мужа тебя называют? И кровь. Нет. Так, я ей назову. Так не я, скажи. Не, не, не. Ну, давайте загуглим. Заканчивается на ха. Сноха? Все верно. Но это не так. Серьезно? Да. А куда такая сноха? Ну, это какие-то там параллельные связи. Как называется? Жена. Жена. Сына. Давайте сейчас загуглим. Давай, давай. Потому что так интересно. Да, конечно, я тоже могу лохануться. Эти вопросы-то беру непонятно откуда. Жена сына. Ты говоришь, невестка, да? Что пишут? А, это жена брата. Жена брата. Жена сына для его матери. Давай посмотрим, что такое сноха. Ну, наберешь, что такое сноха. Сноха это? Жена сына по отношению к его отцу. А мы не уточняли, кстати. Все у нас нормально. Ты молодец. Четвертый вопрос. Сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас, сейчас. Снова от меня ветер злых перемен Тебя уносит Не оставив мне даже тени взамен И он не спросит Может быть, хочу улететь я с тобой Желтый осенний листвой Птицей с осенней мечтой И поехали. Позови меня с собой Я приду сквозлые ночи И отправлюсь за тобой Чтобы путь мне не пророчил Я приду Мне кажется, у тебя очень хорошо получается. Все, это четвертый вопрос. Это было четвертый, сейчас пятый. Ура. Ты торопишься? Мне просто холодно. Сложный вопрос. Назовите бога сновидения в греческой мифологии. Морфей. Офигеть. Это гениально. Пока я лезу в кассу Ты возьми в руки микрофон Передай кому-нибудь привет. А это где будут показывать? Везде, вообще везде будут показывать. Привет всем, кто меня знает. Моему мужу. Моей свекрови. Для которой я невестка. Маме, папе, всем кто-то. Ты к кому снахай? Это... Это жена сына, но по отношению к его отцу. Ужас какой-то. Так, это вроде не фальшивая тыщенка, А то Ленчику для этого случайно. Случайно откуда? Сбербанк, банкоматы выдают фальшивку. Представляешь? Все, не мерзай. Беги. Пока. Пока. Все уже сегодня участвовали в моем шоу, кроме вас. Что делать будем? Давайте поучаствуем. Сейчас вам подниму настроение. Останутся какие-то впечатления. Ну, поехали. Как вас зовут? Галина. Галина? У меня так бабушку звали. Галина Семеновна. А вас какие... Я думал, Евгений, как моего дедушка. Итак, Галина и Валентин. Как называется путь, по которому движется любая планета? Низ я не знаю. Млеч. А, нет. Путь, планета? Двигается. Орбита. Орбита. Второй вопрос. Как звали сына царя Салтана? Ну, что-то я не знаю. Не знаю. И там у него сватя баба Бабариха. Да, сватя баба Бабариха. И родился этот... Они в бочку. В бочку. Из-за того, что сватя Бабариха ерунды-то наговорили. В бочку, да? Бабариха ерунды. Да. И на острове... Гведон. 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 Видите, вы все знаете. Как именуется медицинское учреждение в воинских частях? Медчасть. А, воинских? Угу. В воинских частях. Мы не знаем. Знаете, знаете. Медпункт. Вот это как будто есть лазерное оружие. Да, вот лазерное оружие. А это... Лазарет. Как? Лазарет. Тем более. Итак, четвертый вопрос. Как виденье неуловимо, каждый день ты проходишь мимо. Как виденье неуловимо, каждый день ты проходишь мимо. А я повторяю вновь и вновь. Не умирай, любовь. 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 Великолепно. Это же кто нас поет? Антонов. Не умирай, любовь. Не умирай, любовь. Не умирай, любовь. Пятый вопрос. И все. Если вы ответили, вы победители в этом шоу. Кто совершил первое кругосветное путешествие? Магеллан? Великолепно. Итак, это правильно. Возьмите микрофон, передайте привет кому-то, потому что вас увидят миллионы людей. Передаю привет моей внучке Анжелике, сыну Сергею, сыну Виталию и внуку Игорю. Ну, будьте все здоровы. Так, вы будете к вам привет передавать? Нет, не надо. Все, хорошо. Это ваш приз. Возьмите, пожалуйста. Да? Все настоящее. Это все по-настоящему. Хорошего вам настроения, здоровья и удачи. Спасибо вам большое, что поучаствовали в моем шоу. До свидания. До свидания. Мне кажется, что сегодня получилось очень хорошее видео. Я, между прочим, нахожусь в Санкт-Петербурге, станция метро Рыбацкая. Буквально в 4 километрах поселок Метлостро. Это тот поселок, где я родился и прожил до 20, 25 лет. Вот такая рыбка. Вот тебе и рыбка. Посмотрите, какой есть прекрасный, умный и образованный народ. Всем спасибо, что дозырили это сумасшедшее видео до конца. О том, что по кайфу было бы, если бы вы лайки и всю эту дрянь, связанную с колокольчиками, подписаться, коммен... Какая собака! Аф, она здоровая собака! Колокольчики, комментарии... Господи, какая же собака! Сейчас покажу. Вот если видно будет... Может, крапанул? Видали? Огромная, огромная псина. Так, здрасте. Так, что я говорил-то? Собака, да? Комментарии там, ла-ла. А я сейчас... Не, вороны, суки. Здесь вороны не дают мне снимать. Ладно, можете пока позырить. Вдруг какие-то кадры мне еще получится заснять. Это будет в конце этого видоса. Позырьте. До свидания. Точно. Это видео я публиковал уже. Простым языком. Шоу классное. Целый сериал получается уже. И стараюсь... Главная задача моего спича – это донести информацию очень просто. Чтобы было очень интересно и легко, чтобы вам было слушать. И я уверен, что у меня получается так сделать. Посмотрите эту новую передачу и не обломайтесь точно. Простым языком называется. Все. Пока. Так, ну что ж, всем здравствуйте. Меня зовут Евгений Ширяев, и я как козырь. Ой. Чуть не на ту кнопку не нажал. Снимаю все это дело со своевым новым оператором. Еще пока не придумал, как его зовут. Ой, опасно, опасно. Моего оператора могут... Птички на него могут напасть. Птички на него. Птички на него. Птички на него. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok